В прошедшие выходные состоялись две игры динамовских команд. В Тверь приехали ска варяги из Ленинградской области Тюменский Рубин. Что происходило в ледовых сражениях молодежный и высший лиг, расскажут наши корреспонденты. Тюменский Рубин приехал в Тверь в статусе абсолютного лидера объединенной таблицы ВХЛ. Динамовцы владели преимуществом, активно действуя в зоне соперника. При этом четкая игра в обороне не позволяла тюменским хоккеистам созидать на половине Динамо. Первый период у нас обычно сложно проходит, поэтому я думаю сейчас он прошел и со второго уже начнем нормально играть. Счет был открыт на пятой минуте второго периода. Гости организовали контратаку, выкатились два в одно, классическая передача вдоль ворот и точный бросок Владима Кравченко в пустой угол ворот Кузнецова. Ответ Динамо не заставил себя долго ждать. Через три минуты после пропущенной шайбы Андрей Прибыльский изумительной диагональю через всю площадку нашел Олега Зайцева, который убежал от защитника и отправил шайбу между щитков Егора Назарова. 1-1. Этот счет, несмотря на заметное превосходство Рубина, в атакующих действиях сохранился до перерыва. Сейчас третий период, я думаю, обе команды будут более строго в обороне играть, но я надеюсь, что мы выиграем и забьем. Третий период получился крайне упорным. Команды играли с оглядкой на ворота, однако свои моменты могли использовать как тверичане, так и тюменцы. В обоюдных атаках игра докатилась до овертайма. Для победы над лидером чемпионата Динамовцам хватило 48-секундного дополнительного периода. Илья Шипов взял игру на себя и сразу отправил шайбу в ворота Рубина. 2-1. В стартовом периоде игры МХК «Динамо» в матче с «Варягами» «Белоголубые» получили два удаления в самом начале и перед «Сиреной». Именно в этих двух игровых отрезках армейцы угрожали воротам «Динамовцев». Оставшееся время прошло под диктовку хозяев площадки. Готовились к команде. Первые 5-10 минут команда хорошо начинает. То есть были готовы к такой игре. Немножко сами плохо начали, но потом более-менее перевели игру в ту зону и осталось только забить. Хозяева открыли счет ближе к середине второго периода. Никита Новиков оказался последним из «Динамовцев», кто коснулся шайбы в возникшей куче мала во вратарской «Варягов». После гола «Белоголубые» увеличили агрессивность в атаке, обрушив град бросков на ворота гостей. Под занавес игрового отрезка «СКА» «Варяги» смогли создать пару потенциально голевых моментов, самым острым из которых оказался выход 1 в 0. Мы где-то ход на кровности не хватаем, не можем реализовать свои моменты. Постараемся сейчас это исправить. А как можете оценить игру соперника? Ну, соперник играет плотно, хорошо, в отборе. Не будем ему сыпать в этом. Заключительная треть началась с футбольных 1-0 в пользу «Динамовцев». Игровое преимущество хозяев было не просто подавляющим, а тотальным. Однако табло юбилейного оставалось безучастным к попыткам хозяев увеличить счет. За 4 минуты до сирены Михаил Кулаковский отправился на скамейку штрафников. А тренерский штаб армейцев принял решение заменить обыскалово шестым полевым игроком. Это привело к совершенно противоположному для «Варягов» эффекту. «Динамо» победила с крупным счетом. Играя в меньшинстве, сначала Егор Брызгалов, а затем Михаил Битсадзе установили окончательный счет поединка. 3-0. Следующая стартовая сирена на арене спорткомплекса «Юбилейный» прозвучит 19 ноября в 19.00. На лед выйдет команда МХК «Динамо Москва» и МХК «Динамо Санкт-Петербург».